В начале выпуска истории о том, как металлический забор, установленный по периметру средней школы номер 42 в Твери, в корне изменил жизнь детей и их родителей. Сейчас ученики вынуждены заходить в школу только с центрального входа. Администрация учебного заведения действует в рамках антитеррористического законодательства, поэтому второй вход закрыла. Вроде бы сделано все по закону, но родители недовольны и переживают за своих детей. Ведь им приходится обходить забор не по тротуару и по грязи. Почему и какой можно найти выход в непростой ситуации, выяснила наша съемочная группа. Мама семиклассницы Анна Ананьева, отправляя ребенка в школу, каждый раз всерьез опасается за его безопасность. Путь к учебному заведению пролегает вот по этой дороге, которая связывает улицу Фадеева и спортивный переулок. Тротуаров здесь нет, идти приходится по проезжей части, лавируя между припаркованными вдоль дороги автомобилями. А в зимнее время запросто можно и подскользнуться, говорят обеспокоенные родители. Сейчас светло. А когда темно, а вы знаете, что сейчас и с утра темно, и вечером темно, это очень опасно для родителей и для детей. Здесь можно, конечно, протиснуться, но видите, что здесь поросли. Вот тут все время припаркована машина. По сути, детям вдоль забора пройти негде. Получается, что тротуаров нет, идут по проезжей части? Идут по проезжей части. Впрочем, еще совсем недавно путь к знаниям для ребят из 42-й школы не был столь тернист. Учащиеся учебного заведения, которые проживают в домах на улицах Вадеева, Склесково и других, расположенных ближе к центральной части города, имели возможность проходить на территорию учебного заведения через вот эту калитку. С недавних пор, согласно требованиям антитеррористического законодательства, этот проход закрыт. В итоге родителям вместе с детьми приходится делать крюк в 300-350 метров до центрального входа на спортивном переулке. Те же, кто делать этого не хочет, перелезают через забор. Используют вот этот проход в качестве шведской стенки, тренируются. Прыгают с высоты. Вот Людмила Захаровна наблюдает, у нее сердце кровью обливается, как все это происходит. Да, забор невысокий, соглашаются родители. Но даже из такой высоты можно упасть так, что перелом или, по крайней мере, ушиб будет гарантирован. Устав каждый день опасаться за здоровье своих детей, родители обратились в Управление образования администрации Твери, а также в Министерство образования Тверской области. Свой запрос профильное ведомство направило и наш телеканал. Там нам сообщили, что ситуация вокруг школы номер 42 находится на контроле Минобра. Конечно же, директор очень внимательно отнесся к пожеланию родителей и детей. Вход со стороны Фадеева открыт. Более того, я хочу сказать, что все проинформированы родители через родительские комитеты. На сайте образовательной организации вывешен и прописан режим работы данного входа. В качестве альтернативного третьего варианта родителям был предложен вот этот проход со стороны улицы Фадеева. Но и это предложение местных жителей не устроило. Туда идти, это надо идти аж туда, к тиру, к спортивной площадке и возвращаться. Ну, одна калиточку сейчас, вот эту, которую написали мне, что дополнительно. А я, Светлане Анатольевне, говорю, это не дополнительно. Вам просто проще. Открыли калиточку. Отметим, что подобная ситуация, когда закрытие по требованию законодательства одного из проходов на территории учебного заведения оборачивается большими недовольствами со стороны родителей, не редкость. Не так давно наш телеканал рассказывал об аналогичном случае, произошедшем в школе номер 43 на улице Тамары Ильиной. Там также местное руководство пошло навстречу родителям и открыло дополнительный проход. Если в 43-й школе на этом конфликт был исчерпан, то родители в нашем сегодняшнем примере на компромисс идти никак не хотят. Что ж, в таком случае, судя по всему, родительский комитет учебного заведения должен взять инициативу в свои руки. Например, собрать деньги и установить новое ограждение по периметру школы, оборудовать калитки там, где они требуются, с электронными замками или домофоном. Это поможет с одной стороны соблюсти требования законодательства, а с другой удовлетворить желания части родителей.